Павел Войтов начал заниматься питбайком более 15 лет назад. Сейчас спортивная дисциплина, где необходимо продемонстрировать различные трюки на велосипеде, называется Bicycle Motocross или BMX. Теперь в Видном появится трасса, где и спортсмены со стажем, и новички смогут оттачивать свое мастерство. Мы создали сильнейшую команду в Видном по BMX. И вот, наконец-то, в Видном спустя 15 лет появляется скейтмарк, которого ждали реально очень много лет. Она строится не дилетантами, не какими-то там наемными рабочими, а она строится нами. Вот этот парк делает конкретно тот человек, который был со мной вместе, один из лучших BMX в России тогда, на тот момент. Соответственно, он знает то, что он делает, и придраться здесь к фигурам абсолютно невозможно. Здесь можно научиться почти всему. Памп-трек – это трасса, на которой чередуются ямы, кочки и склоны, не содержащие ровных участков. Скейт-парк – площадка с различными объектами, имеющими уклоны. Но пока они строятся, многочисленные поклонники трюков на двухколесных средствах передвижения тренируются, где придется. Например, начинающие райдеры Максим и Дима устроили скейт-парк во дворе школы. Ну, а какой-то уже такой прям профессиональный нужен? Ну, его около искр строят. Ну, и как ты думаешь, он пригодится тебе? Да. Неудобно просто ездить там, вот это вот все, трюки делать. Ну, нужен специальный скейт-парк там. Павел Войтов уверен, скоро ребятам будет где развернуться. Он не только ведет активную спортивную деятельность, но и тренирует молодежь, в том числе и своего четырехлетнего сына Мишу. Опытный спортсмен не понаслышке знает, насколько актуальна проблема скейт-парков и памп-треков не только для видного, но и для всей России. Раньше были только велики и скейт, и ролики. Сейчас ролики ушли на план, появился самокат. Самокат заполонил всю Россию. Это самый тренд, в принципе, сейчас по популярности. Это трюковой самокат. Соответственно, детей стало в разы больше. Появился вот еще беговел плюс до кучи. Они тоже катаются в парках и делают трюки, реальные элементы. Еще одна группа райдеров на постоянной основе тренируется в центре Видного. На небольшой площадке перед районным центром культуры и досуга ребята пытаются изучать несложные трюки. В целом получается неплохо, но все же место не приспособлено для таких занятий и хочется чего-то большего. У друга взял велосипед, очень сильно понравилось кататься. И в итоге собрал свой велосипед. И вот, люблю это. Прогресс идет очень медленно. Ну вот у «Искры строят», как на ваш взгляд? Я думаю, так хоть краем глаза-то уже видели. Как на ваш взгляд? Там это будет действительно интересно, эффективно? Да, я видел. На самом деле, да, очень круто. Сейчас, хоть и не полностью подстроено, но со стороны выглядит круто. Сначала просто катался, но как-то особо ничего не умел. Потом познакомился с ребятами, которые хорошо катаются и начал что-то пробовать. И вот получается, мне это нравится. Тут тяжеловато на скейт-парке, который у нас строят, около «Искры» все-таки будет прогрессировать более легче и безопаснее. Все, что я учился, я учился на улице. Ну а сейчас с появлением парка, как думаете, прогресс получше пойдет? Да, конечно, была бы еще защита. Так я без защиты катаюсь. Безопасность действительно превыше всего. Трасса для памп-трека у «Искры» еще не достроена, а потому передвигаться по ней следует с особой осторожностью. Несмотря на юный возраст, Миша Войтов уже имеет опыт выступления в соревнованиях, пусть и любительских. А потому отец позволяет ему немного проехаться по трассе в ознакомительных целях. Мы мечтать даже не могли о таком в 4 года. Ему сейчас 4 года исполнилось. Я думал, мы даже не думали в свои годы, что такое может быть, такое возможно. Он уже просто пытается сделать какие-то трюки, развернуться куда-то. На улицах видного огромное количество ребят, которые просто катаются на самокатах, скейтах и велосипедах. Но немало и тех, кто хочет серьезно заниматься трюками. И отрадно, что скоро им будет где оттачивать свое мастерство. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.